На горах Кавказа. Беседа двух старцев-пустынников. Схемонах Иларион Домрачел. Глава первая. Восход пустынножителя на горы и поэтическое описание горной красоты, открывшейся его взору. Во время проживания моего в кубанских лесах, в верховьях реки Орупа, местах безлюдных, тихих и удаленных, пришло мне в одно некое время желание вылезти из своих глубоких трущоб, дебрей и земных пропастей, в коих всегда нахожусь по обычаю своей пустынной жизни, и взобраться на высочайшие хребты гор, окружающие нашу сравнительно низменную местность, кое по местному наречию именуются Голые горы, потому что там никакой растительности, а только одни лишь камни и каменные скалы, утесы и горные шпили. Есть, правда, кое-где и равнинки, но и они тоже усеяны мелким камнем. К этому же побуждала меня и нашедшая на меня уныние. Страшная болезнь душевная, ведомая лишь безмолвником, препровождающим ради любви Христовой, житие свое в горах и вертепах, в совершенном удалении от людского общения. Да и еще, кроме всего этого, в сердце была какая-то тайная надежда, что, быть может, не встретим ли что-либо особенное, какого-нибудь истинного раба Божия, сотоварища нам пустынника, труждающегося о имени Господнем, в сих многотрудных местах, где редко и едва ли когда-либо проходит даже и нога охотника. Слух о таковых отшельниках, безвыходно живучих в глубине малыми обществами, много раз доходил и до нас, что есть у них там церкви и свои священники и все хозяйственное заведение. И случается, что в иной раз как-нибудь и выйдет оттуда один из них по нуждам своим в мирское селение, а по исполнении быстро и скоротечно опять возвращается препровожденное свое уединилище, полное духовного мира и небесной радости. И бывает, по большей части, хождение их по высотам гор местами трудными и едва проходимыми. Вот такого-то человека встретить и было у нас в сердце тайное предчувствие, и оно, как увидим последствия, не обмануло нас. Взяв сухарей, ползли мы рано утром с послушником своим по крутизнам и горным уступам вверх, хватаясь руками за ветви дерев, корни и камни, где только и как можно, перелазя овраги и пропасти и восходя все выше и выше. По слабости сил с великим трудом лишь вечером достигли границы, где кончается растительность, и начинаются скалистые утесы и остроконечные шпили, выдающиеся в воздухе своей возвышенностью над всею страною. И как бы бдительные стражи, неусыпно назирающие всю окрестность. На многие из них взобраться уже нет никакой возможности, так как они отрубом и вертикально устремляются вверх, а на некоторые и еще возможно взойти по причинам уступов и отлогости сторон. Усмотревши удобное место, сели мы для отдохновения, а, пожалуй, скорее для ночлега. Обозревшись же, увидели себя на страшной высоте, превыше всего видимого пространства. Вся окрестная страна была у нас под ногами. И вот открылся очам нашим поразительный вид горных хребтов и восхитительная живописная красота местности на все стороны и по всему протяжению до самого горизонта, куда только достигал глаз. Зрелище было воистину неописуемое, подобного коему едва ли еще где-нибудь можно видеть, потому что природа кавказская, исключительная, своеобразная и единственная, пожалуй, на всем земном шаре. Солнце клонилось к западу и своими лучами золотило всю страну и вершины гор, и глубокие пропасти, зияющие мраком и наводящие страх, и небольшие между горами кое-где видневшиеся полянки, покрытые зеленью. Нет возможности изобразить расположение гор, их великое пространство, красоту и чудное разнообразие, поражающее зрителя удивлением, выше всякого слова и мысли. Горы представляли из себя какие-то разные колонны, чрезвычайно красивые и весьма неуклюжие, и тянулись длинным рядом, который иногда вдруг и как-то смело прерывался страшную пропастью, другую и третью, потом опять начинался и снова тянулся до новой пропасти, а там вдали исчезал за новыми высотами гор. То показывали вид изуродованный, перемешанный и до крайности разнообразный, так что форму их очертания невозможно передать никаким словом. Они похожи на то, как если бы в сильном трясении вдруг обратились в застывшее состояние. И каких только странных видов тут не было для взора. То, как два брата, любезно обнявшись, идут по дороге, так две скалы, переплетшись друг с другом, стояли на чистом местечке под стеною горы. А то, как бывает в драке, один поборовший другого становится ногами своими на груди его, так точно и здесь одна скала стоит на другой, показуя своим воинственным видом как бы одоление и попрание соперника своего. Там видится, как будто охотник, наклонившись, метит устрелить зверя в добычу себе. То, столпившись в одну кучу, группа небольших курганчиков напоминает семейство птенцов. Их же кокош собирает под крылья свои. А вот стороне от них виднеется неизмеримой величины обширная гора. И она привлекает внимание своею великою пачи меры огромностью, правильным и красивым очертанием, выдаваясь посреди всего окружающего ее. Она победоносна и как-то величава, возносит почти к облакам свой исполинский остов и могучую голову и, видимо, господствует над всем множеством окружающих гор, будучи им как бы царица или якожемать. Иные горы являют подобие величественных соборов, увенчанных главами, а другой шпиль, как стрела, идет вверх, без сомнения, показуя этим человеку путь к небесам. В другом месте скала являла подобие медведя или черепахи, а то принимала бесформенный вид или же просто лежала груда обыкновенных камней. На более низких местах и как бы отступившей от гор виднелись более спокойное пространство, покрытое зеленью, и по ним были разбросаны пасущиеся стада азиатов. Издали они показывались черными точками, медленно движущимися по зеленому фону. По окраинам некоторых сторон тамошнего пространства стройно и красиво стояли длинные ряды дерев, как бы посаженные искусную рукою. Они похожи были на то, как бывает на войне, когда, уготовляясь на брани, стоят полки против полков. До слуха чуть доносился слабый звук реки, у рупы, текущей внизу, у подошвы гор. Во всем пространстве вокруг нас царствовала мертвая тишина и совершенное молчание. То было отсутствие всякой житейской суеты. Здесь природа, вдали от мира, праздновала свое успокоение от суеты и являла таинство будущего века. Просто сказать, это было царство духовного мира и безмятежности. Новый мир, не у пример лучше того, в коем живут люди. Освобождение души от всего вещественного, земного и плотского. Свобода духа, жизнь, свойственная его невещественной природе. Это был нерукотворенный храм Бога живого, где всякий предмет глаголал славу его и исполнял Божию службу своим безгласным, но вразумительным вещанием, проповедуя его всемогущество, присносущую силу и божество. Оглянулись мы назад и были поражены новым, необычайным явлением. Цепи снеговых гор тянулись по черте горизонтали и, залитые лучами солнца, показывались пламенеющими. Явление дивное и весьма очаровательное. Там же виднелась и знаменитая на всем Кавказе гора Эльбрус, снеговая вершина которой золотом горела в лучах вечернего небосклона. В общем же, пред нами была картина красоты неописуемой. Книга природы раскрывала нам здесь одну из роскошных страниц и мы видели и всюду читали явленнейшие силы Божии и через рассматривание твари познавали невидимые Божие совершенства. Необъятный простор пространства, как безбрежное море, разлившееся на все стороны, поражал нас своей величественностью и уносил мысль куда-то далеко-далеко за пределы всего временного. Он напоминал о бесконечном всемогуществе Божием и его неограниченном владычестве. Все державной силе и вездесущие и вливал в нас ощущение страха и благоговения, коим бесспорно и безусловно обязана ему всякая тварь, как к отцу природы и садетелю всяческих. Безмолвие гор и удолей порождало новое чувство. То было состояние неисповедимой тишины и покоя, коими объяты были все наши душевные чувства и расположения. То была тихая и духовная радость. Был глаз хлада, тонка, иди же, Господь. И действительно, Дух Божий и же везде сый, и вся исполняй, и содержай всю тварь, видимую и невидимую. Как-то ближе и ощутительнее слышался сердцу и более полным наитием наполнял все внутренние силы души, чего прежде с нами не было никогда. И так мы сидели и молчали, смотрели и удивлялись, и священным восторгом питали сердца свои, переживая те возвышенные минуты внутренней жизни, когда человек ощущает близость незримого мира, входит в сладкое с ним общение и слышит страшное присутствие Божества. В это время, исполняясь святыми чувствами, он забывает все земное. Сердце его, разогреваясь подобно воску от огня, способным делается к восприятию впечатлений горнего мира. Оно пламенеет чистейшую любовью к Богу, и человек вкушает блаженство внутреннего Богообщения, слышит чувстве своем, что не для земной суеты, но для приобретения вечности даются ему короткие дни земного бытия. Испытав это возвышенное духовное состояние, невольно предлагаешь себе благоговейный вопрос. Зачем Всевышний Господь укрыл славу своего премудрого творчества так далеко от мира, в местах недоступных, посреди гор и вертепов и пропастей земных. Изряд ее только немногие насельники пустыни, уединенные отшельники. Мы же говорить об этом не находим благоприличным, чтобы вместо пользы не причинить вреда и тем, кто живет в пустыне, и кто не имеет возможности к сему, хотя бы и желал, а более всего тем, кои признают этот образ жизни совершенно неполезным, не понимая его содержания и внутренней силы. Лучше всего всякий пусть смотрит на этот вопрос по мере своего умственного кругозора. Глава вторая. Замечательная встреча со старцем пустыножителем и начало беседы с ним о духовном деле. Итак, пребывая в состоянии духовной восторженности и упоеваясь созерцанием красот божьих, щедрую рукою разлитых по лицу пустыни, мы обратили внимание вниз и с удивлением заметили вдали идущего человека с большою котомкою за плечами. Медленными и утружденными шагами, поникшей головой, спускался он по горной наклонности в глубокую сожженную котловину. Иногда виден был весь, выходя на вершину холмов, иногда совсем исчезал, погружаясь в пропасти и низменности между холмами, то опять показывался и двигался по направлению к нам. Поразительно, а вместе с тем и весьма умилительно было видеть человека в всех пространствах безлюдной страны, где, как известно нам, кроме развеохотника и то не в это время, никогда не бывает людей. Всматриваясь ближе, заметили, что это был человек, принадлежащий к нашему монашескому званию, и весьма обрадовались, надеясь узнать от него много полезного касательно своей пустынной жизни. Когда же он был от нас недалеко, мы приветствовали его обычным между монахами приветствием. Благословите, батюшка! Бог благословит! Послышался искренний и братский ответ. Садитесь, пожалуйста, с нами, сказали мы. Вот, кстати, у нас и чай готов. О, это хорошо, отвечал незнакомец, а я так притомился, что чуть жил. Куда Бог несет, спросили мы. Доходил в монастырь Зеленчукский по своим духовным нуждам, а теперь иду в свою пустыню. И затем пришедший пустынник в совершенном изнеможении повалился на землю, снял шапку и лег, растянувшись на земле во весь рост и положивши голову на сумки, как делают вообще все пустынники. Мы возрели на него, это был старец уже глубоких лет. Пот, как весною ручьи, лился по лицу его, и он был весь мокрый и покрыт пылью. Потом он рукой утер лицо свое и прославил Бога, сотворил благодарственную Господу, Богу молитву, говоря, слава тебе Боже, слава тебе Боже, слава тебе Боже. Уморились, батюшка? спросили мы. Да, уморился очень сильно. Шел целый день, а жар нестерпимый и воды нет. Но а далече отсюда ваша пустыня? Да, пожалуй, дня три нужно идти около Аксибая на Черной речке. Много вас там? Там много пустынников. Полежавший немного старец поднялся, и мы ближе и яснее снова увидели, что это был муж высокого роста, сухой телом, как скелет мертвеца, длинная седая борода его, досягала до пояса, волосы на голове совершенно белые, как снег на горах, и опускались на плечи, а посредине головы плешины. Подрясник весь истертый был, покрыт заплатами и издавал запах удушливого пота. Лицо его показывало вид крайнего изнурения, впалые щеки и иссохшие уста, но при всем том на нем видимо лежала печать духовного освещения. Глаза старца проливали неизъяснимую приятность и светились добротою, искренностью и сердечным благорасположением. Весь его вид внушал невольное уважение и вызывал на откровенность. Старец придвинул к огню лежавший неподалеку деревянный чурбак и сел на нем, греясь. Мы прочитали молитву, а старец благословил чином монашеского обыкновения. Стали пить чай с сухарями. В это время началась между нами та замечательная беседа, которая глубоко вошла в мое сердце, как обыкновенно бывает с нами отслышание о предметах великих, дивных и превожделенных. Я спросил старца, давно живете в пустыне? Вот уже десятый год кончается. А раньше где жили? Жил в монастыре двадцать лет. В каком? И тогда я вседушно и радостно со всем усердием обратился к старцу и начал предлагать ему различные вопросы касательно духовной жизни. Ну что, братья, ради Господа, скажите, что самого лучшего вы приобрели в пустыне? Лицо старца просветилось и духовный свет заблистал в очах его. Видимо, было, что этим вопросом старец получил удар в самый центр своей внутренней жизни, и вся его духовная природа пришла в движение. Даю правду, как мы узнали после из его разговора, что если кто соединил свое сердце с именем Господа Иисуса Христа или что-то же, выражаясь монашеским языком, приобрел Иисусову молитву, тому всякое напоминание о ней приводит его душу в духовный восторг. Старец отвечал, Господа Иисуса Христа стяжал сердцу своему, а в нем без сомнения и вечную жизнь, осязательно и неложно слышимую в сердце моем. Как и написано о всем во Святом Евангелии, также во многих других местах Священного Писания возвещается сия радостнейшая истина. Например, имея Сына Божия, конечно, в сердце своем имеет живот, а не имея Сына Божия, живота не имеет. И сам Господь говорит о себе, азм есть путь, истина и живот. Еще, азм есть воскресение и живот. Услышавши такие неожиданные и поразительные слова, мы весьма удивились, что нашли именно то, чего искали, ближе придвинулись к старцу, более изострили слух свой и все внимание свое утвердили на лице его, а сами превратились в духовный интерес своим существом, по слову Святого Писания. «Расшири уста твоя и исполню я». И рекою полились наши вопросы. «Каким способом?» поспешно спросил я. Старец отвечал через непрестанную молитву ко Господу нашему Иисусу Христу, обыкновенно называемую монашеским наречием Иисусову, которую я производил согласно учению святых отец в продолжении многих лет по заповеди, данной мне еще в юности моей великим отцем и учителем благочестия, когда я, выходя из мира, шел в монастырь, чтобы проводить монашеское житие. Конечно, при этом старался по силам своим пребывать в исполнении всех прочих заповедей господних, в особенности же в трех из них главах «любви», «смирении» и «целомудрие», без которых, по слову святого апостола, никто же узрит Господа. Как еще с большим и возрастающим интересом мы продолжали расспрашивать? «Почти пятнадцать лет», говорил старец, «я исключительно занимался произношением устной молитвы, живя в это время в монастыре и занимаясь исполнением разных дел, возложенных на меня по послушанию. Во время сего упражнения, помню, я вовсе не обращал внимания на ум и сердце, довольствуясь только одним словесным выговором молитвенных слов «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Каковая молитва называется устную, словесную, наружную, телесную и в порядках молитвенного обучения и труда, как известно, занимает низшую первоначальную степень. Потом, по истечении означенных лет, она сама собой перешла в умную, когда то есть ум стал держаться в словах молитвы, презрении в них Господа, что составляет по учению Святых Отец вторую степень молитвенного упражнения. И молитва здесь называется умную, умственную или просто душевную. Святой Иоанн Листвичник называет это состояние молитвенного дела уже довольно высоким, похваляет его, потому что на этой степени ум наш, будучи по природе своей рассеянным, разбитым и разлитым по предметам и вещам мира сего, собирается в себя и держась в словах молитвы, пребывает как бы у себя в доме, чуждым бывая всех помыслов, кои вообще так мучительно тиранствуют душу всякого человека, не обновленного сею молитвенную благодатью. Это разбитое состояние нашего ума можно изобразить подобием человека, находящегося в волнующемся море. И как сей, будучи во власти воли, не имеет возможности стать на точку неподвижности, так и ум наш, не имея в себе точки опоры, Христа тоже бывает волнуем и обуреваем всевозможным движением помыслов. Но вот сей из моря вылазит на скалу и бывает спокойным, а этот впери у Христа в сердце, по выражению церковной песни служба Василию Великому, удерживает свои помыслы. А затем открылась милостью Божией и сердечная молитва, которая по согласному всех святых отце учению составляет в духовной жизни и вообще во всех исправлениях монашеских венец славу и совершенство, потому что существо ее есть теснейшее соединение нашего сердца, вернее слитие всего нашего духовного существа с Господом Иисусом Христом, явственно осязаемым при святом его имени. Это возвышенное и приестественное состояние по разуму богомудрых мужей составляет последнюю степень и край стремлений всякого разумного существа, созданного по образу Божию и естественно по природе стремящегося к своему высочайшему первообразу. Здесь составляется то сердечное с Господом сочетание, в котором Господь проницает дух наш своим присутствием, как луч солнца проницает стекло, и этим дается нам вкусить несказанное блаженство святого Богообщения. На этой степени, по слову святого Исаака Сирского, духовная природа наша достигает высшей степени своего совершенства, простоты и духовности, потому что здесь полнота духовной жизни. Человек вступает в область бесконечного света, в котором, по слову святого Макария Великого, живет, действует и гражданствует, а потому здесь конец всем подвигам и трудам, и мы, получая свободу, пребываем в Боге и Бог в нас. Это есть то божественное единение, о котором говорит сам Спаситель. Глава третья. Разъяснение о том, что в имени Божьем присутствует сам Бог. Поражаясь все более необычно возвышенную и увлекательную беседу, каковой не приходилось нам ни от кого слышать во всю свою жизнь, мы пришли в страх и еще с более возрастающим интересом продолжали расспрашивать. разъясните нам это подробно, потому что для нас это речь мало понятна. Старец продолжал. Прежде всего нужно утвердить в себе ту непреложную истину, согласную как с божественным откровением, так и здравыми понятиями разума, что в имени Божьем присутствует сам Бог, всем своим существом и всеми своими бесконечными свойствами. Конечно, это нужно разуметь духовно, сердцем просвещенным, а не тем плотским разумом, который, незаконно вторгаясь в духовную область, желает телесно осязать духовные предметы и, не понимая, возражает, как он может сей нам дать плоть свою ясти. Или еще возражает в своем полном непонимании дела. Как он может человек стар сей, второе в нити во утробу матери и родиться. Господь же говорит, рожденный от духа дух есть, то есть духовные предметы понимаются духовно при свете благодатного их озарения. Для всякого верного работника Христова, любящего своего владыку и Господа, усердно ему молящегося и святое имя его благоговейно и любезно в сердце своем носящего имя его всезиждительное доступ поклоняемое и всемогущее есть, как бы сам он вседержавный Господь Бог и дрожайший искупитель наш Иисус Христос прежде всех век от Отца рожденный ему единосущный равный ему по всему. Иначе и быть нельзя. Господь есть мысленное духовное умосозерцательное существо таковое же и имя его равным образом и души наши есть существа духовные мысленные только расстояние между ними и Богом бесконечное якоже и подобает быть между Богом и тварью при всем том наше к нему отношение и приближение действуется духовно для телесных очей незримо силами души внутренними словом все происходит в области духа где что-либо телесное отнюдь не имеет места и вот с этой точки зрения всякому видно что имя Господа Иисуса Христа нет возможности отделить от его святейшего лица видение сия тем более чувство этого высочайшего таинства настолько драгоценна в нашей духовной жизни что служит ее центром и основанием а потому и говорится о нем с такой настойчивостью силою и убеждением сие божественное чувство дает нашей молитве к Сыну Божию силу крепость и неразвлекаемость оно собирает воедино в сердце все наши внутренние силы и проницает своим бытием всю нашу духовную природу в ее собранном единстве своих сил как солнечный луч проницает стекло и душа наша озаренная Божьим светом преизобильно изливающимся от Господа Иисуса сущего в своем пребожественном имени уже как бы естественно и нетрудно восходит на степень высшего духовного совершенства и человек по всему бывает духовен освящен и соединен с Богом в действии же своем сие происходит так когда человек движимый божественным мановением неленостно совсем зависящим от него старанием не жалея трудов и времени при всяком занятии будет днем и ночью призывать умом или устами имя Божие священную молитвою Иисусовую Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй мя грешного конечно исполняя вместе с этим по силе возможности и все прочие евангельские заповеди находясь в глубоком самоуничижении и сознании своего греховного состояния и нужды Божьей помощи то по многом или малом времени как-то будет благоугодно сердцеведцу бывает с ним некое дивное и преестественное дело имя Господа Иисуса Христа если можно так сказать как бы воплощается человек ясно ощущает внутренним чувством своей души в имени Божием самого Господа это ощущение самого Господа и его имени сливается в тождество по коему невозможно бывает отличить одно от другого а это в свою очередь делается понятным при мысли о том что если Господь Иисус Христос принял в свою божественную личность наше естество и одним именем называется Бога человек потому что в плоти его обитала вся полнота божества то несомненно сия полнота его божественных совершенств обитает и в его пресвятом имени Иисус Христове сказать бы так если во плоти пребывало видимо телесно то в имени его святом невидимо а духовно и ощутимо только сердцем или же духом своим и вот внося сие имя в сердце свое мы прикасаемся в нем по слову святого Макария Великого как бы самому естеству Христову его богочеловеческой природе и в этом внутреннем глубочайшемся сердечном единении или как бы слиянии своего духа с духом Христовым то есть его богочеловечеством бываем с ним по свидетельству святого апостола един дух первое послание к коринфянам апостол павел 6 17 где по причине крайне близкого и тесного союза или как бы слития уже по неизбежности приобщаемся и христовых свойств его благости любви мира блаженства и прочего ощутительно вкушаем якобла Господь а от этого без сомнения и сами делаемся по образу создавшего нас благими кроткими незлобивыми смиренными носим в сердце несказанную любовь ко всем и ощущаем себе вечный живот и только таковы человек ради своего сердечного сочетания с господом явственно ощущая духом своим в имени Иисус Христове его божественное присутствие самого его не обинуясь может свидетельствовать пред всем миром что имя господа Иисуса Христа есть сам Он Господь Бог что имя его неотделимо от его святейшего существа а с ним едино утверждаясь в этом не на соображениях разума но на чувстве сердца своего проникнутого Господним Духом сюда должно отнести и слово святого апостола верующий в сына Божия и мать свидетельства в себе что конечно есть чувство благодатного соприсутствия Господа Иисуса в сердце то есть в храме внутреннего человека уверительно слышимое и осязательно чувствуемое точно так же имеющие в себе внутреннее действие молитвы именем Господа Иисуса явственно слышит в сердце своем его спасительное сопребывание его жизнь и даже если можно так выразиться как бы его дыхание в таком именно ближайшее единение с Господом поставляет нас молитва Иисусова всем имени вечная жизнь по соприсутствию и пребыванию в нем вечного Бога по словам святых отец нет единения ближе того какое бывает между Богом и нашу душу и это действуется всего ближе и ощутительнее во внутренней Иисусовой молитве где ум наш как бы сорастворяется с духовным невидимым существом Господа Иисуса Христа изъясняя первосвятитель московский Филарет пишет человек не так сотворен чтобы ему быть и оставаться в различии с Богом и в удалении от него если душа человеческая есть дыхание из уст Божиих то какова близость между дыханием и дышащим таковая близость должна быть между душой и Богом различие человека от Бога есть состояние неестественное равным образом и другой современный нам великий подвижник веры и благочестия пишет подобное сему как близка к тебе твоя мысль как близка вера к твоему сердцу так близок к тебе Бог и чем ближе и тверже мысль о Боге чем живее вера и познание своей немощи и ничтожества и чувства нужды в Боге тем он ближе или как близок воздух к телу и к внутренностям его так близок Бог ибо Бог так сказать есть мысленный воздух которым дышат все ангелы души святых и души людей живущих и особенно благочестивых ты не можешь жить без Бога ни минуты и действительно всякую минуту живешь им протоиерей Иоанн Сергеев о нем живем и движемся и есть мы деяние апостолов 11.28 когда имя Господа Иисуса пребывает в сердце нашем то сие делается вместилищем божества страной света радости и духовного ощущения вечной жизни святой Макарий Великий говорит в сердце раскрываются как бы духовные обители а входя в онные снова видит человек другие бесчисленные а там и еще и еще и так без конца можно сказать что это единение с Богом есть как бы новый Эдем подобный тому в котором жил первозданный до падения состояние особенной близости человека к Богу в котором мы наслаждаемся сладчайшим созерцанием конечно такая близость Бога к человеку озаряет обильным благодатным светом наши естественные силы просвещает ум познанием воли Божией волю влагает силу и бодрость к исполнению божественных законов а сердце сочетывает с Богом теснейшими узами сладчайшей любви можно сие изъяснить и другим подобием Господь Иисус Христос учил верую мя также в беседе с Самарянкою Господь Иисус объяснял божественную жизнь который источник находится в нем одном образом воды текущей в живот вечный и сие течение в жизнь вечную есть любовь ко Господу Иисусу Христу которая водворившись в нашем сердце через исполнение его спасительных заповедей и глубокое смирение движет его неусыпную молитву к возлюбленному наподобие текущего источника струи коего не засыхают никогда и тогда можно сказать только имея сию божественную любовь в сердце мы невозмутимо пребываем на водах упокоения имея в самих себе источники живых вод текущая вечную жизнь и сия любовь или память Божия выражается молитвою необходимо соединяет с Господом наш дух воедино в каковом единении приобщаясь с духом своим его божеского естества мы становимся причастниками вечной жизни одно только это и может утолить ничем другим неутолимую жажду нашего духа успокоить его высшее стремление ибо вселение Христа и пребывание его в нас неизбежно знаменуются божественную жизнью движение кое выражаемые действиями любви наполняют всю нашу душу сладчайшими ощущениями божества в которых дух наш получает полное и всецелое удовлетворение своим вечным бессмертным стремлением и сердце достигает последнего края всем своим потребностям желаниям чаянием далее идти некуда и незачем в бог цель всего сущего признаками всего высокого состояния служат омертвение для мира и оживление внутреннего человека на духовные и святые дела жажда вечных благ ум бывает тогда возвышен над тварью и ему покорены все чувства души и тела